Анатолий Пахомов поблагодарил туроператоров за работу по продвижению Сочи на рынке курортно-туристических услуг. Привел примеры иностранных достижений в этой области и в очередной раз призвал консолидировать усилия. Сегодня у кого-то есть идеи хорошие, но они требуют каких-то средств. Мы будем смотреть, как это сделать. Но повторю еще раз, тот результат, который у нас сегодня есть, говорит о том, что в принципе в августе забиваются все отели. Но у нас не работает июль. И июнь. Говорить о том, что о наших объектах недвижимости никто не знает? Знают. Но не едут же в июне и июле. Туроператоры отметили и положительные тенденции, которые сегодня помогают привлечь гостей в Сочи. Это и горная зона, и программа «Открытый небо», и событийный туризм. Кроме того, власти города активно выступают за то, чтобы Сочи ввели трехдневный безвизовый режим для иностранцев. По мнению туроператоров, эти и другие меры должны помочь в борьбе за отдыхающих. Сами же компании сегодня подготовили ряд конкретных предложений. Давайте войдем в эти офисы туристические по всей России. Отпечатаем хорошие плотаты, чтобы когда человек вошел в офис этого агентства, он видел в Сочи. Плотать в Сочи, еще что-то. Вот в этом, вложите деньги. Это не очень дорого. Давайте перестанем из года в год открывать и закрывать сезоны в Сочи, при том, что мы хотим круглогодичный год. Давайте передавать эстафету. В Сочи сегодня созданы все условия для круглогодичного отдыха. В Красной Поляне построены современные горнолыжные курорты и вся необходимая инфраструктура. Приоритетным направлением бизнесмены считают Китай. Именно его граждане самые путешествующие в мире, а территориальная близость поможет укрепить туристические связи стран. Однако не стоит забывать и о том, что главный ориентир сегодня направлен все же на внутренний туризм. Обилие мероприятий, среди которых чемпионаты, фестивали, регаты и форумы, должны привлекать россиян. Но для успеха необходима массированная рекламная кампания по всей стране, в том числе и с участием самих туроператоров. Елена Всецна, телекомпания ФКТ